Когда говорить есть о чем, когда разговоры предметные касаются каждого, белорусов, россиян, таджиков, узбеков, украинцев, молдаван, именно так можно охарактеризовать каждую встречу представителей правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества и Совета по гуманитарному сотрудничеству СНГ. На заседании были подведены итоги работы в 2019 году и одобрен перечень межгосударственных проектов, которые будут осуществляться при поддержке фонда в 2020. Огромное внимание уделено истории Великой Победы. Следующий год он очень особенный и следующий год будет связан прежде всего с 75-летним победой над фашизмом в Великой Отечественной и Второй мировой войне. Поэтому целый ряд мероприятий, их довольно много, будут связаны, конечно, с этими событиями. А в этой связи, я думаю, что отдельная тема это то, что мы в 2020 году уделим довольно большое внимание истории. И поступила такая просьба от Ассоциации директоров институтов истории стран Содружества поддержать целый ряд их проектов, в том числе их журналы, их встречи и исследовательские работы. Я думаю, что это будет для нас очень существенно. Много мероприятий очаговых, которые пройдут буквально во всех странах Содружества, связаны с 75-летием Великой Победы. И фактически вся стилистика гуманитарных проектов, которые ведет и Совет по гуманитарному сотрудничеству, и Международный фонд гуманитарного сотрудничества стран Содружества, все связано с этой главной ключевой датой. Работает Ассоциация, которая объединяет институты истории национальных академий наук. И, безусловно, они тоже создадут свою научную просветительскую платформу под все мероприятия, которые будут проходить в год 75-летия Великой Победы. Всего в плане 2020 года более 85 акций, которые объединят представителей всех стран Содружества. По инициативе белорусской стороны в указанные планы были включены такие знаковые для страны и государств участников СНГ мероприятия, как Белорусский международный медиафорум, партнерство во имя будущего Минска, международная книжная выставка-ярмарка, международный симпозиум «Писатель и время», международный круглый стол в рамках Дня белорусской письменности, а также целый ряд книжных проектов, которые будут реализованы белорусскими государственными издательствами совместно с партнерами из государств участников СНГ. Мы как раз таки обсуждали план мероприятий на будущий год. Это более 85 мероприятий. 10 из них пройдут в Беларуси, что очень отрадно для нас. И, конечно, поражает многоаспектность этих мероприятий, потому что это и масштабные международные конференции, и культурные форумы, и мастер-классы для нашей творческой молодежи. Я думаю, что все культурные инициативы, которые были собраны в наших странах, они получили отражение в этом плане. На заседании фонда была дана высокая оценка организации программы «Брест. Культурная столица Содружества-2019». Эта акция в рамках СНГ проводится с 2011 года. Первой культурной столицей СНГ, напомню, был Гомель, затем Могилев и теперь вот древний и в то же время молодой Брест. На Брестской земле за этот год прошло более 100 мероприятий с приставкой «молодежный». То есть это и парады оркестров, это и наш миллениум, масштабное мероприятие, которое привлекло внимание во всем СНГ. Это и детский конкурс «Экслибриса», и множество других мероприятий, которые, конечно же, были важны и приятны для всех их участников. Брест, конечно, очень изменился, изменился к лучшему, и город настолько уютный, настолько он тебя принимает сразу. А что касается культуры, ну, Брест действительно тысячелетняя история, и то, что сегодня Брест культурная столица СНГ, это заслуженно. Здесь столько всего переплелось, столько очень важных перекрестков культурных. Фонд, который мы создавали во многом как ностальгическое заведение такое, собрались старики и сказали, ах, как же мы будем жить без Советского Союза, ах, наши культурные связи, ах, что же мы будем делать. И какое-то время это все было связано с нотой ностальгии по утраченному пространству, в котором мы жили вместе. А в последние годы я прекрасно понимаю, что этот фонд нужен для будущего, что этот фонд нужен не для того, чтобы мы собирались и вспоминали, когда был белее снег и слаще пломбир, а просто для того, чтобы молодые люди понимали, что география – это тоже судьба. И то, что они живут рядом в разных странах, по-разному могут думать, по-разному могут развиваться, но они живут рядом. И поэтому они должны знать друг друга хотя бы, а как знание приносит понимание и любовь – это правда.